Всем привет! Вы слушаете подкаст русской службы ВИБИСИ «Что это было». Меня зовут Олег Антоненко. Сегодня мы поговорим о массовых протестах в Армении. Их участники требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и выступают против передачи Азербайджану четырех приграничных сел в рамках мирного урегулирования. Лидером акций протеста стал архиепископ Баграт Галстанян. О нем, об участниках акций протеста, о причинах и возможных последствиях происходящего в Армении, мы поговорим с корреспондентом ВИБИСИ Григором Атанисяном. Григор, привет! Привет, Олег! Перед тем, как мы начнем разговор, я хочу попросить вас поставить лайк нашему подкасту, уважаемые слушатели, если вы нас слушаете в Ютьюбе. Это очень и очень поможет его распространению, поскольку на ваши лайки обращают внимание алгоритмы Ютьюба и чаще его рекомендуют другим. Заранее вам спасибо, ну а теперь, собственно, перейдем к нашему разговору. Григорь, вначале можешь рассказать о протестах, насколько они массовые, как долго проходят? Вот обрисуй картину, если можешь. В Армении происходят самые массовые протесты за последние шесть лет. Собственно, с момента прихода к власти нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, он пришел к власти на волне уличных протестов, произошла смена режима. Вот с тех пор Армения не видела настолько массовых протестов. Только теперь протестуют уже против самого Пашиняна. На улицы выходят по разным подсчетам до 30 тысяч человек, может быть, даже больше. Мы видим центральную площадь республики в Ереване, столица Армении, полностью заполненную протестующими. Пик протестов пришелся на 9 мая, когда Святейший Баграт, как его называют в Армении, архиепископ Баграт, это просто как обращаются к архиепископам в Армении, призвал Пашиняна уйти в отставку. Потом его сторонники, протестующие, перешли к акциям гражданского неповиновения, перекрывали улицы. Потом они снова собрались на очень большой митинг в прошедшие выходные 26 мая. Опять же, снова мы видели полностью заполненную площадь республики. То есть весь май это время неспокойствия в Армении. То есть, насколько я понимаю, акции начались где-то в середине апреля, и они преимущественно проходят по выходным и собирают. Ты назвал оценку 30 тысяч, я где-то видел, что до 100 тысяч кто-то оценивал. Вот акции в воскресенье, которые прошли не только причем в Ереване, но и в некоторых других городах Армении. Ну, наверное, очень сложно просто оценивать, но даже по этим цифрам понятно, что речь идет о десятках тысяч протестующих. Но вот можешь рассказать, почему протесты именно сейчас проходят? Что требуют их участники? Формальным поводом для этого нового протестного движения, который возглавил этот священнослужитель, была передача возвращения Азербайджана четырех сел на границе. Надо оговориться, это не имеет отношения прямого к Карабахскому конфликту, это международно признанная граница Армении и Азербайджана, и во время начала того самого Карабахского конфликта, ну, собственно, у стран до сих пор, у двух стран нету подтвержденной с обеих сторон границы, потому что они в состоянии войны 30 лет живут. И Армения, как бы армянские силы взяли под контроль, оккупировали четыре деревни, которые по советской, по крайней мере, карте были азербайджанскими. Их жители, азербайджанцы, были вынуждены покинуть свои дома, стали беженцами. Это произошло в начале 90-х. Сейчас между странами идёт активный достаточно мирный процесс. Обе страны, и Армения, и Азербайджан, заявляют о желании подписать мирный договор, но между ними очень много разногласий, и пока что процесс идёт очень сложно. Вот Азербайджан выдвинул очередное требование — немедленно вернуть эти четыре села, эти четыре заброшенных деревни. Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на это, объявил об этом, и, соответственно, это вызвало протесты жителей приграничных армянских сёл, которые оказались гораздо ближе к границе, и которые боятся, что их жизнь будет нарушена обстрелами или заходами азербайджанских военных. И всей как бы протестной, оппозиционной, патриотической общественности, которые видят в этом ещё одну одностороннюю ступку, которых Пашинян сделал очень много за своё правление за последние пару лет. То есть это стало искрой, это стало триггером, это не стало причиной. Я думаю, сами лидеры этого движения понимают, что эти четыре села, они в любом случае до юра территории Азербайджана, и не вернуть их невозможно. Мне кажется, скорее то, что они хотят, это под этим предлогом объединить всю, как они видят, адекватную патриотическую протестную общественность против Пашиняна и его власти. И в этот раз у них получается гораздо лучше, чем во все предыдущие разы, потому что все предыдущие протестные движения в Армении против Пашиняна проваливались из-за отсутствия лидера. Потому что люди, которые выдвигались в лидеры, они просто не пользовались популярностью. Это были либо прокси предыдущего президента Сержа Сарксяна, либо Роберта Кочаряна, в общем, бывших властей, которые в Армении в целом массово видят, как коррумпированный, нелюбимый старый режим, неважно, насколько это справедливо или нет, это не популярные люди были. Это были люди, которые не умеют говорить с народом на его языке, это были плохие ораторы, это были какие-то лица из телека, лица из парламента. Архиепископ Баграт имеет преимущество того, что он не политик. Армяне очень устали от политиков, будь то Пашинян, будь то оппозиция, потому что армянская политика последних шести лет — это череда бесконечных скандалов, плюс еще войны, конфликты, поражения, смерти. Политика — это грязь, это вот как в России в 90-х, когда к концу 90-х демократия стала оскорблением. Вот шесть лет как бы демократического, как говорит Пашинян, по-настоящему либерального, некоррумпированного режима заставило огромное количество людей полностью разочароваться в демократии. И, соответственно, когда приходит священник, который не запятнан связью ни с бывшими, ни с нынешними, плюс это человек из народа, это человек не из Еревана, не из столицы, не из столичной интеллигенции, а все-таки из другой среды, который может говорить с народом на том же языке, достаточно молодой, то есть он примерно раввестник Пашиняна, ему 53 года, молодой, прогрессивный, симпатичный священник, хороший оратор. И это дало ему возможность объединить гораздо больше людей, чем всем предыдущим людям, которые претендовали на то, чтобы возглавить оппозицию. Смотри, насколько я тебя понимаю, просто прежде, чем мы подробнее поговорим об этом архиепископе, я хочу, чтобы мы сейчас вернулись к тому, что ты чуть раньше говорил. Насколько я тебя понял, Азербайджан хочет зафиксировать границу по той советской карте и те четыре села, которые Пашинян хочет передать Азербайджану, это фактически азербайджанские села, согласно этой карте, которые, как ты уже сказал, опустили, и люди, выходящие на улицу, они протестуют не против самого факта передачи этих сел, а боятся, что Армения будет идти постоянно на уступки Азербайджану, если он захочет чего-то большего, Пашинян не станет этому сопротивляться. Правильно я тебя понимаю? То есть страх не передачи именно этих сел, а страх в том, что все требования Азербайджана сейчас удовлетворяются армянским руководством по мысли тех людей, которые выходят на улицы. Именно так. Ну и это действительно так. На возвращение этих четырех сел Азербайджан продавил Пашиняна. Пашинян не хотел их возвращать не потому, что он хочет, чтобы Армения контролировала земли Азербайджана, а потому что он говорит, и это действительно факт, что сейчас обе стороны контролируют суверенные земли друг друга, потому что Армения контролировала эти четыре села. Плюс еще есть отдельная проблема эксклавов-шанклавов. Сел именно окруженных территорий друг друга с обеих сторон, тоже покинутых в 90-е. Плюс во время столкновений последних лет азербайджанские войска зашли, собственно, на территорию Суверенной Республики Армения около города Джермук, например, курортного в 2022 году в сентябре. То есть азербайджанские войска стоят на нескольких участках армянской земли. И Пашинян предлагал зеркальный отвод войск, и все выходят на вот эти советские границы. Хотя никто не может договориться о советских границах, потому что за 70 лет существования социалистических республик было несколько карт, и каждая сторона настаивает на более выгодных себе картах, и дальше они не могут прийти к согласию. В общем, Пашинян хотел, чтобы это не было одностороннее возвращение сел, чтобы все договорились о делимитации комплексной границы и больше территориальных никаких споров между Азербайджаном и Арменией не было. Но Азербайджан сказал, нет, давайте сначала вы вернете эти села, потом будем обсуждать все остальное, и дальше право на стороне сильного. Так получилось. И Пашинян, оправдывая свое решение, эти уступки, он прямо говорит, если я не верну, будет война. А Армения не может себе позволить еще одну войну. То есть общее впечатление, что действительно подтверждается фактами, это что просто Пашиняна продавили. Дальше вопрос, на что еще его продавят. И дальше оппозиция говорит, а давайте у нас будет правительство, которое имеет интересы нации, а не только удержание власти. И нас не будут продавливать на односторонние уступки. Давай тогда теперь поговорим про архиепископа Баграта Галстаняна. Ты уже сказал о том, что он пользуется популярностью, потому что он не является политиком, а своего рода такой голос народа. Ну и, кстати говоря, мы еще ни разу не упомянули, что то, что происходит, организовано неким оппозиционным движением Тавуш во имя Родины, который возглавляет, собственно, Галстанян. Расскажи и о самом движении, почему оно так называется, и чуть подробнее все-таки об этом архиепископе. Почему именно он неожиданно стал лидером этого движения? Тавуш во имя Родины называется, потому что вот эти четыре села, передаваемые Азербайджаном, возвращаемые, они как раз на границе с Тавушской областью Армении. То есть вот жители этой области станут ближе к границе. А сам архиепископ Баграт, он был вот до последних времени главой этой епархии Тавушской, поэтому тоже во время Родины. Был, потому что он сейчас претендует на роль единого кандидата в премьер-министрат оппозиции и приостановил свою духовную деятельность. То есть там будет выбран новый глава епархии. Он достаточно, как я и сказал, молодой, активный священник, который очень хорошо понимает, что такое социальные сети, что такое интернет, как работать с молодёжью, как работать с онлайн-аудиторией. Он настроил эту работу, руководил и в самой армянской церкви. Он учился в Англии, он учился в Канаде, он служил в Канаде. Это создаёт как раз его прошлое, некие проблемы с тем, что он получил канадское гражданство во время жизни в Канаде, когда возглавлял канадские приходы армянской церкви. Соответственно, он двойной гражданин. Соответственно, по Конституции он не может быть премьер-министром. Но оппозиция понимает, что он самый популярный из всех оппозиционных деятелей. Он тоже это понимает. Все хотят, чтобы он был кандидатом. И вот как бы он выдвинут в кандидата, хотя по Конституции это невозможно, очевидно, с мыслью о том, что если Пашинян уйдёт в отставку, то каким-то образом оппозиция сможет как-то законодательно процесс обойти, что, конечно, крайне сомнительная идея менять Конституцию под симпатичного теополитического лидера. И название движения, оно отражает вот это «Товушво имя Родины», основную проблему этого движения и то, почему оно имеет ограниченную поддержку всё-таки. Потому что оно не смогло получить всенациональную поддержку. Есть большое количество людей, которые разочарованы в нынешней власти, которые не поддерживают Пашиняна, но которые не готовы поддержать архиепископ Баграта. Потому что это популизм. Это Пашинян 2.0 в каком-то смысле. Потому что Пашинян, приходя ко власти, он обещал Армении абсолютно всё. Никакой коррупции, полная свобода, сильная армия, сильные государства, надёжно защищённые границы. Он говорил... Прости, мне кажется, он уже ещё приходил как объединитель армянских земель. То, что произошло с Карабахом, в некотором смысле это вообще такое крушение образа Пашиняна. Вот в этом смысле довольно серьёзное, кроме того, о чём ты говоришь. Да, именно. Это очень важно. Потому что он говорил, что Арцах, как армяне называют Карабаха, это Армения и точка. Он был, на самом деле, настроен более националистически, чем все предыдущие лидеры Армении. По крайней мере, в смысле официальных заявлений. И дальше, естественно, была проигранная катастрофически война. В прошлом году был полный исход армян из Карабаха. И сейчас полностью сменилась повестка у Пашиняна. А вот архиепископ в духе Пашиняна образца 2018 года представляет себя таким спасителем нации, который не рассказывает о том, как он будет этого добиваться, как Пашинян не говорил об этом. Он говорил, вот сейчас надо свергнуть вот эту ненавистную, предательскую оккупационную власть, а дальше мы уже разберёмся. То есть он сказал на митинге слова, которые меня очень поразили, когда я смотрел эту речь. Мы через Воскипар вернёмся в Арцах. Воскипар — это вот одна из деревень, а скипари по-азербайджански, которая возвращается к Азербайджану, предотвратив возврат этих азербайджанских сёл, мы потом и в Карабах вернёмся. И это такой чистый популизм, потому что не говорится как, не говорится на каких основаниях, что это значит. Это просто что-то пообещать, а потом разбираться. Это звучит красиво, за этим ничего не стоит в плане конкретных планов, политики, понимания международной ситуации, понимания соотношения сил, в смысле армии. И экономик, и так далее. Это просто красивые обещания. И многие люди не готовы поддержать ещё одну версию Пашиняна. Только если Пашиняна, популизм, был более глобалистский, более либеральный, то архиепископ Баграта, он такой более традиционалистский, более духовный. Он говорит, что духовная Армения победит Армению Фейсбука, потому что Пашиняна и его команда пришла к власти как раз на волне протестов, которые через Фейсбук организовывались, потому что они очень много постят в Фейсбук, потому что они очень хорошо обращаются с соцсетями, а мы вот вернёмся якобы к традиционной духовной Армении. Ну, ты уже сказал, что участники акций протеста хотят, чтобы Гластанян стал премьер-министром, хотя это невозможно по нынешней Конституции. А он сам-то хочет стать премьер-министром? Что он об этом говорит? Он долго не высказывался конкретно, как бы обходил этот вопрос стороной. В итоге официально он был выдвинут, он принял это предложение выдвинуться единым кандидатом от оппозиции. Как я и сказал, есть очень серьёзные конституционные проблемы с этим. Вообще у этого движения очень серьёзные проблемы и с тактикой, и с стратегией, потому что ещё 9 мая на первом массовом витинге он выдвинул ультиматум. Пашиняну сказал, что тот должен уйти в отставку в течение часа. Пашинян этот ультиматум просто полностью проигнорировал, а дальше никаких шагов не было предпринято. Начались попытки заблокировать дороги. Полиция разгоняет эти акции, иногда действует очень жёстко, иногда применяет совершенно неоправданную силу, но в любом случае те же ситуации под контролем. В парламенте у оппозиции недостаточно сил, чтобы начать вотом недоверия. Сам Пашинян не собирается никуда уходить, и он выступил с обращением, в котором он оправдывает свою позицию. В целом объясняет свою концепцию, почему эти сёла возвращаются, почему он идёт на эти уступки, и как он видит будущее Армении. Но ведь если такие акции проходят, если он сам человек, который пришёл на волне протестов к власти, как мне кажется, можно, не дожидаясь даже, как ты говоришь, вотом и недоверия импичмента, просто объявить досрочные выборы, и на них либо подтвердиться, что Пашинян по-прежнему популярный политик, либо победят какие-то другие силы. То есть вот такой вариант не рассматривается, как проведение досрочных выборов, поскольку мы скажем ещё раз, что Армения – это парламентская республика, и премьером фактически главой государства становится человек от партии, которая победила, или от коалиции, как я понимаю. Да. Нет, ты абсолютно прав. В либеральных демократиях парламентских ожидается, что если какое-то время на улице собирается большое число граждан, это означает, что правительство теряет в каком-то смысле легитимность, и правильная вещь, комильфо, это провести досрочные парламентские выборы. Пашиняна это уже делал. На волне предыдущих протестов, после поражения в войне 2020 года, когда оппозиция меньшим числом, но очень упорно ходила на площадь, разные общественные деятели со всех сторон требовали от него провести досрочные выборы, он это сделал, он победил на тех досрочных выборах, и, судя по всему, больше он это делать не намерен. Он даже говорил, что я уже уходил в досрочную отставку, сколько можно. Это уже несерьезно, мы будем выглядеть не как страна, а как посмешище, если у нас будут бесконечные досрочные выборы. Проблема в том, что он уверен, что то, что он делает, это в каком-то смысле такое болезненное отрывание пластыря, которое нужно для будущего Армении. Он выступил с концептуальным обращением таким вот в преддверии этого митинга. Кстати, он стал на митинге ездить с такой вырезанной как бы картой республики Армения, и вот он трясет на встречах вот этой вот картонной как бы Армении маленькой и говорит, что вот это наша территория, все остальное не наша территория, это наша суверенная земля, это и есть наша земля обетованная, по его словам. То есть у него в митинге тоже проходят какие-то акции, да? Правильно я понимаю? Он встречается и отдельно с представителем общественности, он не проводит сейчас активных митингов, но время от времени он встречается с людьми и объясняет свою позицию, да. Смотри, ну вот позиция Пашиняна заключается в том, что Армения демонстративно не участвует в работе Организации договора коллективной безопасности, да? Это такой вот структуры, созданной Россией, цель которой это защита безопасности государств, которые в нее входят, да? И Пашинян даже грозит покинуть эту организацию, поскольку вот она как раз не защитила армян в ходе конфликта в Карабахе. В России к Пашиняну тоже, как известно, не испытывает теплых чувств. Я сейчас тебе предлагаю поиграть в такую игру, в которую любят играть в Москве, когда любые протесты, где бы они ни происходили, объясняют чьим-то зарубежным влиянием. Так вот, я, Григорь, хочу тебя спросить, вот в этих протестах в Армении рука Москвы видна? Ну, замечу в скобках, что говорю я это иронично, конечно, но ты можешь ответить серьезно. Армянские власти все время пытаются представить вот эти протесты как раз интригами со стороны, в первую очередь Москвы. То есть Пашинян говорит, что как бы прозрачно, что есть иностранные агенты, а люди из его партии, депутаты и правовластные СМИ прямо говорят, что это российская пятая колонна, которая хочет свергнуть нашу армянскую демократию. Никаких доказательств мы этого не видели, никаких фактов представлено не было. Опять же, пытаются привязать эти протесты к предыдущим лидерам оппозиции, бывшим президентам, которые более пророссийские, через них это связать с Россией. Но на самом деле самые разные оппозиционные силы и прозападные, и пророссийские поддерживают эти протесты, потому что они в них видят возможность объединиться против Пашиняна. Сам архиепископ в связях с Россией не замечен, как я говорил. Он служил в Канаде, он учился в Британии, он скорее больше напрямую связан с Западом, ну и с армянской диаспорой на Западе. Поэтому единственное, что, наверное, можно как-то косвенно связать, это то, что в России с симпатией описывают это движение. Но, наверное, это логично в том смысле, что в России очень уже долго, негативно освещают Пашиняна и армянские нынешние власти. Из-за их прозападного курса желание очень активно в последней, особенно в течение последнего года, углубить отношения с Западом, в том числе в сфере безопасности. То есть о Пашиняне пропаганда говорит уже примерно почти как о Зеленском. То есть марионетка Сороса, форпост западных стран, всё время говорят российский МИД и министры Лавров говорят об армянском народе, у которого многовековые дружеские отношения, союзнические братские отношения с Россией, как бы в противовес официальному Еревану, который заблудился и пошёл на Запад. Поэтому неудивительно, что российские СМИ с симпатией описывают эти протесты, но никаких признаков реального российского влияния на них я не видел. Да, и мне кажется, вот сейчас самое время поговорить о том, как собирается всё-таки архиепископ и те люди, которые его поддерживают, добиваться реализации своих планов, поскольку вот ты сам говоришь, что они хотят откатить ситуацию назад, да, в каком-то смысле сделать то, что обещал Пашинян относительно Карабаха, но сейчас Москва в этом конфликте в Карабахе осталась фактически в стороне, да, в последние годы. И если власти Армении не будут договариваться с Азербайджаном, то вполне может быть новая война. Вот каким видят выход из этой тупиковой ситуации участники протестов, поскольку, как ты уже сказал, на Москву они не рассчитывают, московским или пророссийским это движение назвать невозможно, но есть ли у них тогда вообще хоть какой-то план, или это просто пустые слова, пустые обещания? Я пока не видел никакого плана с их стороны, как они собираются возвращать Армении былые позиции, как они обещают поднимать ее на ноги и отказываться от односторонних уступок. Пашинян идет на односторонние уступки не от большого желания, а, собственно, от ощущения, что другого выбора, другого варианта у него нет. Проблема с Пашиняном в том, что он не до конца прозрачен, не до конца прозрачную политику ведет. Он соглашается на односторонние уступки, но он как бы начинает концептуализировать их как некую. То есть он рассказывает, например, о том, что Армения должна поменять конституцию, потому что старая конституция, она не отражает дух и будущее. Нужно отказаться от горы Арарат на гербе Армении, потому что гора Арарат на территории Турции, а нужно любить горы, которые на территории Армении. Он другую выбрал, действительно, самую высокую точку Армении, гору Арагац. И теперь ее как бы пытаются продвинуть в качестве национального символа. И все это исходит от того, что Азербайджан и Турция требуют от него отказаться, в том числе от этих национальных символов, которые они видят как посягательства на свою территорию. Но он это концептуализирует как собственное видение. Наверное, единственное, что при смене власти может случиться, это отказ от интернализации чужих требований и концептуализации каких-то великих идей. А, может быть, власть могла бы честно начать признавать, что вот от нас требуют. Мы можем там это не принять, но тогда будет война. Во всем остальном, ну вот, собственно, Пашинян пришел к власти. Он сказал, что не будет никаких уступок в 2018 году, потому что предыдущие все власти до него вели переговоры с Азербайджаном, которые предполагали уступки в первую очередь с освобождением оккупированных районов вокруг самого Карабаха. Пашинян полностью вышел из переговоров, он отказался от любых уступок. В итоге армяне потеряли не только оккупированные районы вокруг Нагорного Карабаха, но и весь Нагорный Карабах, и полностью его покинули. И что иное может предложить новая власть, мне непонятно. Ну а что предлагает Пашинян, вы, кстати говоря, можете послушать подробнее наш разговор с Григором примерно месячной давности в подкасте «Куда Пашинян ведет Армению». Его можно найти на нашем канале в YouTube и на подкаст-платформах на полях, замечу. И, кстати, мы с тобой обсуждали в том подкасте, о котором я упомянул, что Пашиняну очень помогает экономическая сейчас ситуация, приезд большого числа россиян, которые бежали от мобилизации. В некотором смысле Армения остается таким вот транспортным хабом для доставки в России самого разного рода товаров, в том числе некоторые обвиняют ее в том, что и товары двойного насточения через Армению в Россию провозятся. То есть, с одной стороны, есть вот эта вот критика и протестное движение, с другой стороны, экономика Армении бурно развивается, там цифры роста ВВП очень-очень большие. Что говорят опросы? Вот насколько популярным политикам остается Пашинян, поскольку ситуация такая довольно двоякая. В экономике вроде все неплохо, а вот с политикой, геополитикой как-то сложнее. Последний, по-настоящему надежный опрос в Армении проводился до появления этого нового протестного движения, поэтому мы не можем сравнить популярность Пашиняна с архиеписком Багратом. На тот момент он был самым популярным армянским политиком и с большим отрывом. Но нужно оговориться, что это малая доля его изначальной популярности. Его не поддерживает большинство населения. Его поддерживает достаточно людей, чтобы выигрывать выборы в парламентской системе. Он во многом потерял Ереван. Это широкое обобщение, я знаю, что сложно говорить, но по ощущениям и по результатам, например, выборов муниципальных в Ереване, столица за него не голосует, меньше поддерживает. Но в самой стране люди чувствуют в том числе вот этот экономический рост, и власть делает все, чтобы они это почувствовали. Строится огромное количество новых дорог, какие-то проекты вкладываются. Есть ощущение, что вне приграничных территорий, если исключить Ереван и если исключить еще 100 тысяч беженцев из Нагорного Карабах, которые во многом составляют костяк этих протестов, архиепископа Баграта, которые очень там заметны, которые как раз ходят на эти митинги. Что создает немножко сложную ситуацию, потому что власть на эти митинги реагирует очень нервно. Пашинян, как человек, который пришел к власти через массовые протесты, у него есть политический нюх и ощущение, что такое по-настоящему массовый опасный популярный протест. И очевидно, он видит в архиепископе Баграте серьезного соперника, поэтому власть ни на одни протесты не реагировала так нервно. То есть провластные СМИ мочат их каждый день, обвиняя в том, что за ними стоит ФСБ, Россия, что за ними стоят коррумпированные власти, что за ними стоит карабахский клан так называемый. И дальше уже начинается разжигание ненависти в адрес самих карабахских беженцев. Совершенно беспрецедентное просто как бы разделение армян на разные виды и разговоры о том, что вы приехали сюда, сидите на пособиях, как беженцы, и при этом еще лезьте в нашу политику. Совершенно ужасные вещи, неприемлемые, конечно, в демократическом обществе. И даже угроза. Депутат от правящей партии, бизнесмен, некоторые называют его олигархом, он близок к власти. После прихода Пашиняна к власти он получил много госзаказов очень выгодных. Он прямо угрожал протестующим, он сказал, что те, кто представляют на наших улицах интересы другого государства, могут потерять не только пособия, а могут и жизнью поплатиться за это. Но правящая партия поспешила отстраниться от его заявлений. Но вот такая риторика. Политическое давление тоже происходит. Архиепископ Баграт, он проводит встречу с разными группами общественности, и вот он провел встречу с представителями как бы карабахских беженцев. И там были мэры, бывшие мэры в этой непризнанной Нагорно-Карабахской республике, городов Степанакерт, Мартакерт и Аскеран, как их называли армяне. И после этого эти три мэра были задержаны, им было предъявлено обвинение в коррупции, потому что они приехали во время исхода армян из Карабаха, они там и близкие в Армению на муниципальных машинах, и переоформили их потом на себя в Армении. И вот сейчас Следственный комитет страны обвиняет их в коррупции. Они говорят, что нам сказали, что машины надо на кого-то оформить в Армении. Мы пришли и сказали, окей, вот такое решение, можно оформить их на родственников и на себя. Нам нормально их зарегистрировали, тогда проблем не было. А сейчас вы говорите, что мы коррумпированы. И, конечно, такой арест их именно после встречи с лидером оппозиции вызывает серьезные вопросы. Ну, мне кажется, еще сам факт того, что 100 тысяч человек приезжают в страну населения, которое составляет около трех миллионов человек, это уже гарантирует некое социальное напряжение, если не социальный взрыв. Это очень-очень огромная проблема, поскольку это сразу на несколько процентов увеличит население и увеличивает нагрузку на все инфраструктуры, на социальные службы и так далее. И, безусловно, конечно, это тоже объясняет происходящее отчасти. Я, знаешь, хочу, чтобы в завершении нашего разговора мы, Григорь, коснулись того, чем все-таки это все может закончиться, что может произойти. Ты уже сказал, что Пашинян не хочет проведения досрочных выборов, но может ли что-то заставить его пойти на это, или может ли Голстанян стать, по сути дела, новым Пашиняном, в том числе и заменив его на посту премьер-министра? Здесь может быть несколько сценариев. Первый – это сценарий, когда все идет в сторону Пашиняна, протесты постепенно затухают, следующие выборы не должны созываться до 2026 года, и оппозиция будет надеяться на победу уже на выборах в 2026 году и будет работать в эту сторону. Второй сценарий – это если массовые акции неповиновения парализуют город, это то, как Пашинян пришел к власти, когда просто Ереван встал, потому что все улицы были перекрыты. Тогда власть уже не может игнорировать, дальше начинаются переговоры, и дальше депутаты от правящей партии видят, куда все идет, и начинают менять свою позицию, и начинаются в этом недоверие и так далее. Это два основных варианта, на самом деле. Опять же, армянская политика настолько завязана на внутреннюю политику, на внешнюю политику и на вот этот вот мирный процесс и конфликт с Азербайджаном, что можно ожидать бесконечного количества черных лебедей. Это движение может затухнуть сейчас, потом Пашинян может согласиться на какую-нибудь еще уступку. Опять же, висит в воздухе вопрос Зангизурского коридора, который остается приоритетом для Азербайджана, чтобы основная часть территории Азербайджана была связана с Нахичеванским анклавом. И Азербайджан хочет эту дорогу через саму Армению, чтобы она шла без таможенных проверок. Пашинян отказывается, но если в случае угрозы войны он согласится, это может, наверное, какие-то еще группы граждан убедить в том, что эта власть обещала этого не делать любой ценой. Она прогнулась, она не может представлять нашу страну, она должна уйти. Поэтому, на самом деле, учитывая вот эти неизвестные факторы, может случиться что угодно. Никто не ожидал в 2018 году, что Пашинян возглавит страну. Он казался маргинальным, малопопулярным, крикливым депутатом от оппозиции. И в течение месяцев он стал самым популярным армянским политиком за всю ее независимую историю. Да, и никто не ожидал, что Россия не вмешается в конфликт в Карабахе в том или ином виде. И поэтому вот то, что произошло с Карабахом, это тоже, по-моему, такой огромный черный лебедь последних лет. И ситуация в регионе абсолютно непредсказуемая, как представляется вот мне стороннему наблюдателю. Это точно так, да. Спасибо огромное, Григор. Я беседовал с корреспондентом BBC Григором Атанесяном. Подкаст, что это было, можно и нужно слушать на подкаст-платформах в Apple, Spotify, например. Также на каналах русской службы BBC в YouTube и Telegram. Пожалуйста, ставьте нам оценки, лайки и комментируйте наш подкаст. И если вы уже все это делаете, то огромное вам спасибо от нашей команды и лично меня, Олега Антоненко. Счастливо.